Пообедала, решила пройтись, погулять, поговорить с вами на одну очень интересную тему. Что-то тут собаки повыскакивали, как обычно. Сейчас я пройду вот этот участок. Здравствуйте! И тогда поговорю с вами. Вот побежали, пусть бегут. Значит, какая тема? Ой-ой-ой, боже ты мой. А тут собаки, я не знаю, все же две отсюда выбежали, а тут ищу. Не знаю, хорошо это или плохо. Никак не могу начать. Я вчера вот это, когда ходила, гуляла, рассказывала вам историю. Когда я забыла выключить мясо и вышла на улицу и начала сыну звонить, он говорит, что говорит, кислород в голову ударил, типа, что мозги начали работать. И я так себе думаю, да, надо поговорить на эту тему. Вот вам такая тема. Вы знаете, куда девается наш жир? Ну, вот как он исчезает с нашего организма. Я, например, если честно, как-то сначала об этом никогда не задумывалась. Мы все знаем, что нужно меньше есть, там, калории считать. А вот как он физически исчезает с нашего организма, как-то об этом не думала. А это прочитала сегодня статью. Думаю, почитаю про это. И очень даже, вы знаете, очень интересно. Как будто бы и знал, но вот не хватало каких-то небольших пазлов. И сегодня у меня эти все пазлы сошлись. Оказывается, вот вы знаете формулу, да, углекислого газа, воды. Все знают формулу. А формулу жира своего. Оказывается, в нашем жире углерода 55 атомов примерно, С-55. Водорода 104, по-моему, или даже больше, я уже не помню. И кислорода всего 5 или 6 атомов. Там что-то такая форма, С-55, А-104 и О-5, что-то такое. И вот почему важен именно кислород для похудения. Вот когда мы занимаемся спортом, или пешие прогулки, только в таком, знаете, хорошем темпе. Когда идет кислородный обмен, процессы вот эти вот в организме. Оказывается, жир, который соединяется с кислородом, он превращается в СО2 и ВАЖ-2О. Углекислый газ и воду. И выводится от нашего организма дыханием. Вот при учащенном дыхании, когда мы дышим. Ну и в виде пота, слез, кала и мочи. И дыханием выводится, оказывается, около 80%. Или 70%, я что-то уже точно не помню, но очень много. А в виде воды всего там 20-30%. Поэтому, почему так важно прогулки именно на воздухе. И именно прогулки, которые в таком, в темпе хорошем, для нашего лучшего кровообращения, для поступления кислорода в кровь. И выводения, расщепления наших жиров на кислород и водород. Вот поэтому, девочки, вот когда мы сидим дома, да, вроде мало едим, а вес не сдвигается. Получается так, что мы мало двигаемся, наверное. Мало дышим. Именно кислорода мало поступает. Потому что даже не сильные физические нагрузки помогают худеть. А именно такие умеренные нагрузки на свежем воздухе. Пешие прогулки. Вот такая у меня сегодня информация для вас. Куда девается наш жир. Он превращается в углекислый газ и в воду. Только нужно помочь нашему организму это сделать. Шумит. Что-то пиляет, наверное. Наверное, пойду в другую сторону, обратно. Пойду обратно и сверну в другую сторону. Не хочу, что там шумит, не хочу. Так что вот вышла погулять после обеда. Чтобы лучше был кислородный обмен. Тем более еще, чем важен наш кислород в нашей жизни. И именно такие не сильные нагрузки на организм. Потому что в сидячем виде наша кровь, ну, там что-то, я не знаю, там за минуту, пусть там 2-3 литра крови проходит через сердце. А если мы начинаем какие-то нагрузки, то, конечно, поступает больше кислорода. И сердце начинает лучше работать. И проходят вот эти вот процессы. Обменный округ в 2-3 раза быстрее течет, как говорится, по нашим жилам. Ну, это я так все просто рассказываю, чтобы было понятно. И поэтому и укрепляется иммунная система. И наш организм. Сопротивляемость улучшается. Сопротивляемость к распориторным, с разным вирусным заболеваниям. Так что нужно гулять на свежем воздухе. Если нет возможности, открывайте окна. И дышите глубже, как говорится. Делайте какие-то упражнения, там, машите руками, чтобы ущастило семена дыхания. Вот такая тема у меня сегодня интересная. Как вам? Нравится? Хорошо, буду я гулять. Рассказала вам, куда девается на жир. Как он выводится. Вот, как он туда попадает, я думаю, вы все знаете, да? А как выводится, я не знаю. Я лично не знала. Что-то с этими собаками. Это кошмар какой-то. Какие все собаки агрессивные. Ой, не могу. Хотела еще поднять одну тему. Интересно. Какие вы все-таки разные все мы люди. И как по-разному воспринимают. Я вспомнила. Может, кто знает этот стих. Я вчера искала, но вот я не помню. Я знаю, бабушка раньше мне рассказывала этот стих очень часто. Это как мама пришла с работы, а ее встречают двое детей. Ну, это я только так помню сюжет, а как стихом не помню. Ее встречают двое детей. Значит, там дочка ей предлагает присядь. Ты устала. Несет тапочки. А сына тут спрашивают. Мама, что ты купила? Давай расскажи мне сказку, там еще что-то. Ну, и она в конце тоже говорит. Да чего ж вы у меня разные? Так вот это и вы у меня. Да чего ж вы у меня разные? Так интересно. Боже, и тут собака. Да куда ж мне идти? Так вот это все я. Да чего ж вы у меня разные? Когда-то жарила котлеты, не ела их. Все. Ой, что нельзя съесть одну-две котлетки? Ай, да недавно было видео, где я съела две котлеты. Пишут. Разве можно есть такие жирные котлеты? Разве это похудение? Это так интересно. Правда. Да чего ж все разные? Я так вспомнила этот стих, что бабушка рассказывала. Я так хотела его в интернете найти. Как я его туда не записывала, и сюжетом, и там последними словами, так и не нашла. Она мне в детстве много стихов учила. Очень любила Крылова, вот эти басни. Особенно вот это про свинью. Свинья под дубом вековым, наевшись желуди досытой от вала. Наевшись, выспалась под ним. Потом у желудя что-то корни подрывать стала. Неблагодарная. Ей из дуба ворон говорит. В общем, короче, если бы ты подняла свое свиное рыло, то ты повидела, что эти желуди на этом дереве растут. В общем, вот такое вот. Что-то я так помню с детства. Специально не учила. Просто так пришло на ум. Сейчас погуляю. Я поставила курицу в духовку запекаться. Сын написал, что едет домой, а сама пошла гулять. Я ж думаю, что она там будет сама пектись. Я ж ей не нужна. Это моя помощь, ей не нужна моя. Главное вовремя вернуться. Ой. Сейчас пройду одной стороной. Покажу вам кое-что. Прошлась я гуляю. Смотрите, как вам такое соседство. Вы смогли бы так жить? Видите, вот дома. Вот дома. И вот дома. А здесь уже, вот видите, сразу и кладбище. Прямо возле домов. Дорожка. И кладбище. Так люди живут здесь. Ой, а я там пройду, не пройду, даже не знаю. А я и не знаю, не пойду я там. Ну, в общем, короче, вот тут, видите, поняли, да? И сразу тут и кладбище. Такое соседство интересное. Пойду я домой. И редко сюда захожу. Ну, вот, зашла. Хотела вам показать, что у нас на поселке тоже есть кладбище. Раньше что-то считалось, ну, пригород. Отдельно поселок был. Ну, это еще когда еще, боже мой, до революции еще. До семнадцатого года прошлого столетия. Ну, а кладбище так и осталось. И до сих пор там, ну, кто здесь живет уже давно, то в основном тут их и хоронят. Такую какую-то тему я выбрала, да? Немного грустную. Ну, а что? Как говорится, полмира плачет, полмира скачет. Так что все это естественно. Ну, так у нас люди живут. Такая улица. Вот. Такая улица. Я сейчас поверну направо. И там мне не так далеко. Я уже и дома буду. Уже сын едет домой. И мне надо поторапливаться. Как раз погоняю свой кислород. Сейчас быстренько пробегусь. Ух ты. И тут уже солнечные батареи. Если честно, я... Это недалеко от моего дома. Просто в другую сторону. Я тут давно не была. А тут люди тоже уже поставили. А, дети. Тоже поставили. Не, ну, если бы все нормально было, чтобы за них платили, за эту электроэнергию, то, конечно, лучше на огороде поставить солнечные батареи. Чем выращивать бурьяны. Как некоторые. Это я про себя. Это я про себя. Так, побежала домой. И вот тоже батарея, видите. Ряд такой стоит. Тема уже, я их не раз показывала. Пришли же к моему повороту. Так что я уже погуляла. Так, неплохо. Хотела вам так хорошо раскрыть тему. Но собакила или... Даже не знаю, что я вам там... Как я вам говорила, поняли вы, нет? Может, многие даже это и знают. Просто для меня это оказалось, можно сказать, новостью. То, что кислород влияет на наш организм, очень благотворительно. Я понимала, но как именно во что превращается наш жир, и как он выводится с организма, как-то даже и не задумывалась об этом. Поэтому, у кого есть возможность, вы знаете, есть коктейли кислородные. Я думаю, что очень полезно было бы их попринимать. Но они, по-моему, не дешевые. Вот такой вот у меня сегодня такая прогулка получилась. И такие небольшие истории, рассуждения. Если кому было интересно, ставьте лайк. Кому было интересно, мне очень будет приятно, если вам что-то было новое. Ну все, я дома, возле своей кучи. Когда мы ее вывезем? Но время придет, обязательно вывезем. Все. Пока, я дома. Продолжение следует...